всем привет с вами lima music в этом уроке я покажу как играть на пианино лето вивальди из цикла времена года мое простое обучение по нотам отлично подойдет для начинающих вначале сыграю лето вивальди полностью а затем я разберу его медленно и подробно по кусочкам и Субтитры подогнал «Симон» В этом уроке мы научимся играть главную тему из композиции «Лето» «Вивальди». Полный урок на это произведение вы можете посмотреть на моей странице на Boosty или на Patreon. Там уже опубликовано 220 уроков и каждую неделю я добавляю новые видео. Получить доступ ко всем урокам и поддержать мой канал вы можете по ссылке, которую я оставлю в описании под этим видео. Сейчас будем учить первый кусочек этого красивого произведения. Пусть вас не пугает большое количество нот, я сейчас покажу, как их легко запомнить. Сразу скажу, что 90% всех нот, которые вы видите сейчас на экране, это будет нота «Соль». И еще буквально три ноты нам нужно будет выучить, кроме «Соль». То есть в основном мы будем использовать только ноту «Соль». Итак, правая у нас начинает с ноты «Соль» первой октавы. А дальше она играет такую же «Соль» только на октаву ниже. Еще пять раз. Раз, два, три, четыре, пять. То есть всего в правой руке нам нужно вначале сыграть шесть нот «Соль». Первая наверху, а потом идет вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Запомнили, шесть нот «Соль». В левой руке мы тоже должны выучить шесть нот «Соль», только еще ниже, в большой октаве. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть у нас есть шесть нот «Соль» в правой и шесть нот «Соль» в левой. И нам нужно будет играть их по очереди. Вначале правая, потом левая. Опять правая, левая. Вот так. Правая, левая. Правая, левая. Правая, левая. И так далее. Для удобства вы должны считать до шести, чтобы знать, какое количество нот вам нужно играть. Вы должны считать по правой руке, потому что она главная и она начинает первой. Вот так. Раз. А на левую вы можете говорить «И». Два. И. Три. И. Четыре. И. Пять. И. Шесть. И. В дальнейшем, когда вы потренируете несколько раз вот этот счет «Раз и два и», вы можете уже просто считать до шести и не говорить «И». Вот так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. То есть главное у нас правое, и мы считаем по правой руке. И сейчас я сразу покажу, какими пальцами играет правая и левая. Все пальцы у нас записаны в виде цифр над каждой нотой. Мы начинаем с пятого пальца, с ноты соль. А нижнюю соль мы будем играть первым пальцем. То есть у нас правая рука использует только пятый и первый пальцем. А левая будет играть третьим пальцем. То есть мы подготовили нужные пальцы и начинаем играть по очереди. Это раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Сейчас я сыграла в довольно медленном темпе. И вы тоже должны учить в медленном темпе. Пока руки не привыкнут играть по очереди автоматически. А потом вам нужно постепенно увеличивать темп, чтобы доводить его до оригинального. Для этого вы можете отдельно получить только первый и третий палец. Они чередуются между собой больше всего. Пятый палец мы используем только один раз, а в основном мы играем первым и третьим. Просто поиграйте по очереди этими двумя пальцами. Они как бы отскакивают от клавиши. Но главное у нас правая рука. А потом, когда вы потренируете эти два пальца, можете добавлять пятый в начале. На данный момент мы выучили один блок, который состоял из шести нот соль. Дальше у нас будет повторяться такой же блок, только мы поменяем первую ноту. Вместо соль мы будем вверху играть ноту фа. Остальные ноты мы не меняем. И вот эту фа мы тоже будем играть пятым пальцем. То есть вместо соль пятым пальцем мы теперь играем фа. А все остальное не меняется. Мы считаем до шести. Раз и два, три и четыре и пять и шесть и. И в быстром темпе это звучит так. Дальше у нас опять повторяется такой же блок. И мы снова меняем верхнюю ноту. Вместо фа мы теперь будем играть ноту ми бомоль. В нотном тексте записана просто нота ми, но в ключевых знаках у нас ми бомоль. Поэтому я использую черную клавишу. И эту ми бомоль мы будем играть четвертым пальцем. А все остальное у нас опять повторяется. То есть поменялась только верхняя нота. И мы играем опять ми бомоль, соль, соль, соль. И чередуем только ноты соль. То есть у нас верхняя нота отличается. А нижняя, в правой и левой это всегда соль. Поменяли только верхнюю ноту. И считаем опять до шести. Раз и два и три и четыре и пять и шесть и. В более быстром темпе это звучит так. И у нас остался последний блок. Мы опять меняем верхнюю ноту. Вместо ми бомоль мы будем использовать ноту ре четвертым пальцем. А низ у нас опять остается. Это опять ноты соль в правой и левой. Но теперь мы здесь будем считать не до шести, а до пяти. Вот так. Раз и два и три и четыре и пять. И на пятой в правой руке нам нужно остановиться. То есть здесь как бы такой урезанный блок. И вот как он звучит в более быстром темпе. То есть в первом кусочке у нас получилось четыре блока. И в каждом из этих блоков мы играли внизу всегда ноту соль в правой и левой. А менялась у нас только верхняя нота в правой руке. Вначале это была нота соль. Потом нота фа. Потом нота ми бомоль. И нота ре. То есть каждая нота спускалась вниз. И сейчас я сыграю как это звучит. Первый блок от соль. Второй блок от фа. Третий блок от ми бомоль. И четвертый блок от ре. И помните, что последний четвертый блок он укороченный. Мы считаем здесь до пяти, а не до шести. Как в прошлых блоках. И сейчас я сыграю что получилось в первом кусочке с движением. То есть сыграю четыре блока подряд. При этом очень важно в каждом блоке выделять вот эту верхнюю ноту. Играть ее как бы с акцентом громче. Она является главной. То есть важно показать ноту соль, ноту фа, ми бомоль и ре. Эти ноты мы выделяем. А потом играем наше чередование из нот соль. Теперь учим второй кусочек. И он будет строиться точно так же, как первый кусочек. Только теперь вместо ноты соль мы будем использовать ноту ре в правой и левой. А принцип полностью повторяется. То есть в правой мы находим ре второй октавы. А потом такую же ре играем ниже. Раз, два, три, четыре, пять. Вместе с верхней нотой ре у нас получилось шесть нот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А в левой при этом мы играем на октаву ниже тоже шесть нот ре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Играем такими же пальцами, как в первом кусочке. Правая использует пятый и первый на двух нотах ре. А левая использует третий палец. И мы играем все по очереди. Правая, левая, правая, левая, правая, левая. При этом мы считаем до шести по правой руке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это наш первый блок. Следующий блок мы строим точно так же, как в прошлом кусочке. Вместо верхней ре мы теперь используем ноту до пятым пальцем. А низ у нас не меняется. У нас всегда внизу будет ре в правой и левой, первым и третьим пальцем. То есть у нас всегда будет меняться верхняя нота. И во втором блоке это нота до. То есть мы играем раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот как звучит наш второй блок. Дальше у нас третий блок. И у нас опять меняется верхняя нота. Теперь вместо до мы будем использовать си бомоль. У нас записана нота си, но в ключевых знаках указан си бомоль. Поэтому я играю черную клавишу. Си бомоль мы будем играть четвертым пальцем. А дальше внизу у нас опять ноты ре. То есть мы опять будем чередовать ноты ре. И мы считаем, как обычно, до шести. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это наш третий блок. И последний, четвертый блок. У нас опять поменялась верхняя нота. Теперь мы играем ноту ля. Тоже будем ее играть четвертым пальцем. И снова будет чередование из нот ре. И теперь мы здесь считаем не до шести, а до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. И останавливаемся на правой руке. То есть мы сказали пять и остановились. И вот как звучит наш последний четвертый блок. Раз, два, три, четыре, пять. То есть сейчас во втором кусочке мы тоже выучили четыре блока. Они состоят в основном на 90% из нот ре. То есть мы чередуем все время ноты ре. А меняется у нас только первая нота в каждом блоке. Вначале это нота ре, потом до, потом си, ба, о и потом ля. То есть каждая нота спускается вниз. И сейчас я сыграла, как звучат эти четыре блока вместе. Не забывайте выделять вот эту верхнюю ноту, которая все время меняется. Ее нужно играть громче. Теперь учим третий кусочек. Здесь мы будем отдельно учить правую и левую. Рассматриваем отдельно правую руку. Мы начинаем с ноты ре второй октавы. И сейчас мы будем подряд спускаться вниз до ноты ля. Просто спускаемся вниз. Это ре, до, си, ба, моль, который в ключевых знаках. Ля, соль. Дальше мы видим значок фа диез. Это черная клавиша, повышенная нота фа. Затем ми, ба, кар. Это обычная нота ми. Ре, до. Опять си, ба, моль, ля. То есть мы сыграли спуск от ноты ре до ноты ля. Дальше мы видим, что такой же спуск повторяется еще раз. Мы снова играем ре, до, си, ба, моль, ля, соль, фа, диез, ми, ре, до, си, ба, моль, ля. И сейчас я сразу покажу, какими пальцами играется этот спуск. Начинаем мы с пятого пальца с ноты ре. Играем вначале всеми пальцами подряд. Это четвертый на до, третий на си, ба, моль, второй на ля, первый на соль. То есть мы сыграли подряд пятью пальцами. Затем после первого пальца мы четвертый поворачиваем вот так на фа диез. Потом разворачиваем руку и у нас появилось еще три пальца. Играем подряд. Третий ми, вторым ре, первым до. Опять у нас закончились пальцы. И мы поворачиваем третий на си, ба, моль. И второй на ля. Теперь показываю ритм. Мы видим, что все ноты в правой записаны шестнадцатыми, поэтому они играются ровно и одинаково по ритму. Шестнадцатые у нас должны играться быстро, но вы вначале получите в медленном темпе. И когда у вас медленно будет получаться четко и без ошибок, тогда вы можете постепенно увеличивать темп. И то же самое повторяем второй раз. Видите, у нас два раза одинаковый спуск от ноты ре. Еще один момент. Вы можете увидеть, что перед нотой ре, перед нашим спуском у нас записана пауза. Ее обязательно нужно сделать. Для этого вы можете говорить раз, а потом начинать играть. Вот так. Раз. Раз. То есть вот эту паузу нужно обязательно делать. И потом в следующих кусочках у нас тоже будет такой же принцип. Поэтому сразу его запоминайте. И вот, что получилось в правой, в третьем кусочке. Теперь учим левую для третьего кусочка. Для этого мы находим соль малой октавы и соль на октаву ниже. Нажимаем вместе. То есть у нас в левой октава соль, которая повторяется три раза подряд. Раз. Два. Три. Все октавы в левой мы будем играть первым и пятым пальцем. И вот, что получилось в левой. Раз. Два. Три. Просто три октавы, которые мы сыграли медленно и ровно. Сейчас соединяем правую и левую в третьем кусочке. Вначале правая играет один спуск отдельно, потому что в левой записаны паузы. И сразу приходим потом левой. Это очень важно, что спуск в правой сразу приходит в левую руку. И здесь у нас всегда будет такой принцип, что правая заканчивает последнюю ноту, это у нас ля, а в левой будет всегда соседняя нота, соль. Так вам будет легче находить левую руку, потому что она сразу идет рядом с правой рукой. И этот принцип будет использоваться и в следующих кусочках. То есть у нас начинает правая. И приходит в левую, то есть в ближайшую ноту. И когда у нас правая пришла в левую руку, левая вначале сыграла отдельно, а потом начинает опять правая играть спуск. Это будет ре, до, си, помоль. Потом вместе ля и соль. Опять правая соль, фа, диэс, ми. И потом вместе ре и октава соль. И снова правая до, си, помоль, ля. То есть у нас соединение происходит так. Это левая, правая, 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 вместе. Потом правая, 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 вместе. Правая, правая, правая. И для большего удобства я советую вам просто считать до четырех. Мы будем мыслить все время по четыре. Раз это у нас левая. Потом правая играет два, три, четыре. А потом все раз мы играем вместе. Это ля и соль. Раз, два, три, четыре. Потом раз, два, три, четыре. То есть вам нужно просто считать до четырех. И раз мы соединяем вместе. Но кроме первой группы. Вначале левая играет отдельно. Раз, два, три, четыре. Потом раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И такой же принцип мы будем использовать в следующих кусочках. Сейчас я сыграю, что получилось в третьем кусочке. Теперь учим четвертый кусочек в правой руке. И у нас снова будет спуск вниз, только уже не от ре, а от ноты соль. Мы будем играть от соль до ноты ре подряд вниз. Это будет соль, фа, ми, бомоль, который в ключевых знаках, ре, до, си, бомоль, в ключевых знаках, ля, соль, фа, ми, бомоль, ре. А дальше такой же спуск повторяется второй раз. Опять играем от соль вниз. Играть мы будем такими же пальцами, как в прошлом кусочке. Начинаем мы с пятого от соль и играем всеми пальцами подряд. Четвертый на фа, третий на ми, бомоль, второй на ре, первый на до. У нас закончились пальцы. Теперь мы четвертый поворачиваем на си, бомоль. Разворачиваем руку. Третий на ля, второй на соль, первый на фа. Теперь третий поворачиваем на ми, бомоль, и второй на ре. Такими же пальцами мы играли в прошлом кусочке. И спуск мы опять повторяем этими же пальцами. Второй раз играем от соль. Все ноты у нас опять играются ровно и одинаково по ритму. И нам нужно делать перед спуском всегда паузу. Мы говорим раз. Вот так. Раз. Раз. Все. Правую выучим. Теперь учим левую для четвертого кусочка. Это опять будут три октавы соль, как в прошлом кусочке. Раз, два, три. А потом у нас будут три октавы до. Тоже первым и пятым пальцем. Раз, два, три. Теперь соединяем правую и левую в четвертом кусочке. И у нас будет точно такой же принцип, как в прошлом кусочке. Помните, мы отдельно играли вначале октаву. Потом правая соль, фа, ми, бомоль. Затем вместе ре и соль. Опять правая до, си, бомоль, ля. И вместе соль и октава соль. И отдельно правая, фа, ми, бомоль, ре. Это мы соединили пока первый спуск. И вы можете, как в прошлом кусочке, считать до четырех. Раз мы играем отдельно. Раз, два, три, четыре. А дальше все раз играем вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И вот как звучит наш первый спуск. Дальше у нас идет второй спуск. Правая полностью повторяется. А в левой вместо октав соль мы теперь будем играть октавы до. Но принцип соединения такой же. Отдельно левая это раз. В правой два, три, четыре. Потом ре и до вместе. Раз, два, три, четыре. Соль и до вместе. Раз, два, три, четыре. И вот как звучит наш второй спуск. И еще один важный момент. Помните, когда мы сыграли первый спуск от соль? После ре мы должны прийти к октаве до в левую. Помните, я всегда говорила, что у нас последняя нота в правой как бы переходит потом в левую руку. То есть у нас был первый спуск. До и второй спуск. И так же самое у нас было в прошлом кусочке. Помните, мы играли третий кусочек? Пришли к соль. И сейчас в четвертом кусочке мы опять пришли к соль. А потом уже к до. То есть мы всегда приходим в левой к такой ноте, которая соседняя с правой. То есть правая доиграла последнюю ноту. И такая же нота будет в левой руке, в октаве нашей. И сейчас я сыграю, что получилось в четвертом кусочке. Также я советую вам соединить третий и четвертый кусочек, чтобы услышать общую мелодию. Обязательно соединяйте каждый кусочек с предыдущим. Играю эти два кусочка вместе. Спасибо всем за просмотр видео. Продолжение этого урока вы можете посмотреть на моей странице на Boosty или на Patreon. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok